время закончить историю длиною почти в жизнь вот этот вот мотор ко мне приехал где-то приблизительно год назад сегодня у нас на ремонте vnt 50 а и полуторалитровый двигатель от кавасаки вулкан еще то поколение которое на карбюраторе общем то проблема у него со второй передачи приехал к нам аж из питера и сейчас будем пытаться до этой второй передачи добраться и с ним это по эпопея затянулась до сегодняшнего дня потому что это кавасаки вулкан 1500 96 года и одно из его больных мест это вторая передача в принципе у большинства мотоциклов вторая передача это слабое место потому что ну на ней больше всего и дольше всего валит на спартак там вообще это отдельный разговор потому что все пытаются шну купил спорт езди на заднем будь мужиком и все такое но здесь вся сложность в том что вы сможете купить шестерню второй передачи а вот муфту 2 3 купить вы не сможете потому что ее не выпускает больше и совершенно фантастическими правдами и неправдами на нас вышли парни которые вызвались нам помочь с этим делом изготовили нам шестеренку абсолютно с нуля делали они это очень долго потому что у них не полная фаза производства в наличии есть еще процессы которые требуют сторонней помощи тыку возвращаясь к нашему сегодняшнему мануалу и к названию сегодняшнего видео я вам хочу сказать что большинство из вас только кажется что я такой офигеть умный и все знаю все умею и двигателя собираю правильно потому что много лет их собираю нет на самом деле то есть все что вам нужно по большому счету это некоторая внимательность что-то у нас тут такое в системе нет дисков с поддержкой smart ваш компьютер не совсем hdd life что все что нужно это иметь ноутбук или компьютер или телефон и открытый мануал и всего лишь его внимательно читать и сегодня как раз таки пользуясь очередной раз мануалом мы будем собирать двигатель который никогда не собирал да и его разобрал разбирать это сами знаете ломать не строить дело не хитрое крути все болты которые видишь и рано или поздно но сама разберется а для того чтобы собрать нам всего лишь понадобится сегодня вот этот вот мануал и мы сейчас приступим к этому всему на протяжении всего времени сколько я занимаюсь съемками видео для ютуба у меня постоянно кто-то спрашивает откуда ты все это знаешь и умеешь и большая часть тех кто спрашивает также интересуется а какое же у тебя образование никакого и все это я знаю умею только потому что я очень много и постоянно всем интересуюсь от самого бесполезного например из чего сделаны спички до истории крейсера аврора вы например знали что название этому кораблю дал николай второй ну или например вы знали что закладка этого крейсера состоялась 23 мая 1897 года и что сборка корпуса авроры продолжалась на стапеле более трех с половиной лет а сразу после вступления в строй в 1903 году крейсеру довелось принять участие в важнейшем событии разразившейся вскоре русско-японской войны сусимском сражении 1905 года на самом деле крейсер аврора не представлял вообще никакой серьезной боевой ценности но унес посильную службу во все годы войны окончательное превращение авроры в корабль символ произошло в 67 году когда в честь 50-летнего юбилея революции 17 аврора вновь произвела холостой выстрел из бакового 152 миллиметрового орудия ровно в 21 45 в мире кораблей аврора воссоздана с максимальной достоверностью и у игроков есть возможность почувствовать себя командиром легендарного корабля прелесть мира кораблей заключается в том что историю можно изучать в игровом режиме а для этого всего лишь нужно зарегистрироваться по ссылке в описании к этому видео и сразу можно получить целый набор интересных подарков тот самый премиумный крейсер аврора премиумные эсмине стачибана лима 30 дней премиума 1000 дублонов и 1 миллион серебра держите курс на мир кораблей когда собираешь двигатель первый раз есть вещи понятные и понятны не совсем для которой понятно не совсем они разъясняются путем вдумчивого вычитание мануала то что понятно сразу то в принципе можно сразу и запихивать вот у нас первичка вот вторичка вот шестеренка кстати которая изготовлена на электроэрезионном станке кстати вот эту вот всю весь этот пакет я собирал конечно же не потому что я такой и дофига умный и сразу знал как это собрать я открыл просто мануал посмотрел последовательность стопорных колец шайбочек дистанционных где с какой стороны ставится игрушечный подшипник и все это дело последовательно собрал как нарисовано на картинке далее так берем весь наш бутерброд и вот так сюда пихаем уже не влазит вазит потому что у нас вал слишком далеко торчит за габарите блока двигателя следовательно чё следовательно берем это всего таким образом и толкаем во внутрь первичку со вторичкой сразу не отходя от кассы должно залезть если что-то куда-то не лезет от руки значит что-то вы делаете не так и не следует сразу спешно бежать за молотком дальше берем копирный вал и вилки которые здесь имеются в наличии причем с вилками не всегда конечно трюк быстро проходит если не хочется читать мануал потому что не всегда угадаешь а в какой же все-таки позе и это все быть должно здесь вот так я думаю быть получше и видно такие вот у нас вторая вилка вот она встала теперь берем вал и просовываем его сквозь обе вилки до посадочного места в блоке двигателя ну вроде встала и теперь самое главное внимательно посмотреть по схеме а есть ли еще чего в моторе что нужно сюда вложить заблаговременно потому что у меня было такое когда первый раз разбирал какой-то двигатель есть мудреные двигателя в который во внутрь помимо коленвала и карабаса там еще чего-нибудь еще что-то нужно вложить и ты такой счастливый уже собрал блок двигателя на к закручиваешь крышки у тебя остается пустые тазики от всего и в тазике одиноко лежит что-нибудь что должно лежать где-то здесь ну вот например что касается этого двигателя вот есть вот такой вот резиновый о ринг как его любят называть он должен стоять здесь ну как бы не совсем здесь а во второй половинке там есть специальные углубления под него и в общем это реально можно забыть потому что когда кладешь вторую половинку то ну ты не видишь что тебе нужно это вложить и следовательно сейчас наша задача опять же внимательно ознакомившись с мануалом понять что вот здесь как бы никаких прокладок нету и все что вам необходимо это здесь вот в общем-то на смазать сейчас герметиком и можно по сути кидать вторую часть блока двигателя и все это скручивать не воспринимайте мотор как что-то такое чрезвычайно сложный какой-то космический корабль который если неправильно соберешь что все произойдет и сталинград и все такое во первых любой мотор нужно воспринимать как пазл ну это это пазл для взрослых мальчиков до 40 лет и все что необходимо это собственно этот пазл правильно собрать и тогда будет правильная картина мира это раз во вторых когда разбираете у вас всех есть телефоны сейчас сейчас нету человека у которого нету телефона без камеры ну практически все вот что у вас там вводит хотя бы в какое-то заблуждение или в ступор или вы думаете были какие-то соберу вот как только у вас эта мысль возникает вот на этом этапе сразу фотографируете то от чего вас такая мысль возникла особенно это очень помогает когда к примеру на двигателе целая куча всяких креплений для проводов для шлангов всяких кронштейнов какие-то болты которые не похожи на другие болты вот их фотографируйте прям в том месте где они были прикручены чтобы вам потом вспомнить какой болт вообще где стоял какой кронштейн где находился в какой позе потому что есть моторы на которые есть так называемый воркшоп мануал что такое есть он ирс мануал то есть мануал пользователя который описывает там когда масло менять с фильтром да и все есть сервисный мануал который описывает собственно ремонт все моменты затяжки и прочее то есть вот тот то чем я сейчас руководствую есть воркшоп мануал и эта штука вообще достаточно редкая для большого количества мотоциклов то есть на какие то есть она какие то нету не найти в общем этот мануал описывает вообще все коннекторы все разъемы все защелки все клипсы где какая должна стоять вплоть до того какой кабель где через какую трубу как должен был перекрутиться чтобы было точно так же как сделано на заводе в общем вам абсолютно ничего не мешает создать свой собственный воркшоп мануал чтобы потом не париться по поводу того были откуда этот болт откуда тот просто все что хотя бы мало-мальски вас вызывает вопросы тупо фотографируйте а еще очень полезно фотографировать мотоцикл еще до разборки пока он у вас комплектный весь собранный фотографировать где какие шланги как они шли как они были расположены как там чем каждый разъем где он был с какой стороны я просто с этой лабудой столкнулся когда корчевал ты макс и ставил малоси 560 и мне что-то было лень однажды думать что я дебил что ли как бы блин не первый день ремонтируете гребаные табуретки разберусь уж как-нибудь как это говно собрать а потом выяснилось что не разобрался аж ни разу вообще никак и при у меня там был такой косяк что я тупо дважды разбирал полностью задний подрамник потому что у меня там шланг тормозной неправильно в итоге был проложен и трос ручника то есть ну как бы интуитивно совершенно не очевидно что оно должно было быть иначе и а вот собрал я именно так вот как мне казалось что она будет правильно оказалось нет и пришлось реально разбирать всю задницу чтобы потом их перепроложить и иначе никак поскольку ну ты же не открутишь шланг тормозной не выпустишь тормозную жидкость ради того чтобы просто тупо и в этом через какое-нибудь окно протащить приходилось полностью снимать всего для того чтобы там через имеющиеся дырки но получившиеся дырки протащить суппорт целиком короче вот чтоб таких неприятных ситуаций не возникало вообще весь этап фоткайте и потом блин у нас век не фото пленки как бы удалить всегда успеете даже если у вас будет там избыток этих фото фотографий все равно удалите их только тогда когда уже мотоцикл завелся и поехал вот кстати это самое место про которое говорил где стоит резинка здесь была гора герметика я же ее здесь не буду целую гору задавливать вот так вот две точки делишь так вот разыночку кладешь ложишь чтобы она оттуда не выпала да она в принципе и так там в притирочку стоит никуда не денется но это чисто для перестраховки и все берем половинку и пытаемся все это дело взгромоздить в надежде что у нас точно все теперь в блоке двигателя из необходимого лежит кстати еще один интересный момент который я кстати тоже чисто случайно узнал его и если вам кажется что я вообще все знаю а многим так и кажется зачастую из тех кто мне пишет здесь нет уже подшипников коренных на коленвале здесь втулки то есть как бы я сначала глянул думал что это вкладыши оказывается это тупо втулка которая находится в блоке двигателя и все она что самое интересное даже не имеет артикула я это к тому что эта запчасть продается вместе с блоком двигателя и у большинства кстати мотоциклов такая ситуация то есть если у вас вот эта вот втулка которая выполняет функцию подшипника скольжения раздолбалась допустим у вас на шейке коленвала задиры то вы покупаете половинки новые покупаете новый коленвал и собираете двигатель ну и как вы понимаете в наших суровых реалиях российских понятное дело что никто этого делать не будет проще купить контрактный мотор то есть вот она вот так выглядит видите но это фактически вкладыш только цельный и вот у него стопор тут вот такой и она там запрессована с завода и ни на одной схеме на вулкан вы не найдете эту запчасть отдельно то есть вот она с половинкой продается вот у вас накрылась вот эта штука покупайте половинку целиком так теперь теперь наша задача все это барахло скрутить какими-то болтами вы думаете я знаю какими сейчас мы будем долго-долго угадывать какой из них откуда но просто потому что так всегда единственное что я делаю для таких процедур чтобы потом побыстрее с этим всем разделаться это я отберу и все болты которые у меня конкретно только скручивают половинки блока двигателя кладу отдельно вот примеру есть вот такой кронштейн да хрен его знает откуда он вообще понятия не имею но у меня где-то волоке я точно помню есть фотографии которые в общем-то мне сейчас пояснят а куда это вообще закручивать или под какой был подкладывать и вот к слову о том типа какой болт куда вот так берете да вроде отсюда а может быть нет может отсюда вот скорее всего отсюда все так вот это все и делается а потом это все грамотно монтируется и кажется матвеев такой умный мозги ему интересно как не жмут но в общем когда вас получилось все это дело раскидать по дыркам все болты сначала первично обтягиваем меня для этого специально если такой небольшой шуруповерт который точно нигде ничего не перетянет и разумеется резонный вопрос а с каким же моментом все это дело закручивается берем мануал и смотрим что вот примера чего нас тут вот эти вот болты 16 т4 т4 у нас вот эти вот которые здесь вот на верхушке блока двигателя затягиваются с усилием 39 ньютон метров потом вот эти вот которые по днищу у нас идут вот вот эти вот смотрим вот у нас мануал т1 8 и 8 ньютон метров теперь дело за малым берем ньютон-мометр у нас есть два ньютон-мометра один поменьше один побольше и что ставим 8 и 8 ньютон-метр 98 берем голову и обтягиваем дальше у нас идет тот который сколько я скажу 15 м8 вот он здесь я вам показывал тот который среднего размера и ставим 21 ньютон-метр нормально так по усилию ставим 39 ньютон-метров еще раз перепроверяем потому что герметик усаживается при суммарной затяжке болтов это бывает и мелочевку которая была до этого затянута тоже повторно перепроверяем обязательно обязательно ньютон-мометр отпускаем всегда вообще без разговоров вот если в голова дырявая такая как у меня рекомендую вообще вот только поработали что-то затянули и сразу пускайте никогда в натянутом состоянии нельзя хранить эти вещи потому что пружина садится и он потом врет в меньшую сторону то есть если вы тянете к примеру там ну 20 ньютон-метров он вам может на самом деле затянуть с усилием 18 далее давайте-ка соберем звезду копированного вала в общем вот так вот у нас выглядит звезда вот это нейтраль вот паз под штифт то есть вот так вот это выглядит вот он штифт он вынимается если что так что во время разборки его важно не потерять он бывает вываливается вообще в легкую вот под него паз и тут как бы вообще ничего хитрого нету то есть вот так вот прям покрутили покрутили все это дело встала в необходимую позу кстати интересная ситуация получается что копирный вал когда звезда снята он проваливается вовнутрь очень сильно и борт подшипника не дает нормально звезду усадить то есть пока вы не закрутите болт вот этот винт верни то копирка не поднимется выше чем надо и из-за этого происходит такая беда что ну сначала сложно понять а вообще что происходит почему я не могу зацепиться звездой за штифт а потом когда все это соберется по идее все должно нормально работать вот здесь у нас есть два углубления одно из них находится дальше от центра чем другое и вот здесь кстати главное не лохануться тут надо покрутить и вот в то в которое попали отверстием то есть она вообще без проблем стоит то и правильное а если не попали значит это не то отверстие как бы тут можно даже по заглядывать без проблем и вот когда второе пытаешься притулить то не получается все это правильно собрать и вот здесь сейчас по-хорошему надо поставить фиксатор передач где-то у нас тут валялся целый год подвале а вот он вот так выглядит но как везде то есть ролик штанга пружина которая придавливает и пока вот двигатель в таком состоянии конечно же не лишним будет все это дело пощелкать как следует покрутить за валы и вообще посмотреть а работает ли теперь берем наши валы в первую очередь нужно поймать нейтраль вот у нас нейтраль с той стороны держим за первичку здесь у нас звезда ой звезда говорю но здесь у нас кардан у нормальных мотоциклов здесь звезда ну ладно не суть вот все одно другого должно независимо вращаться то есть можно тот другой подержать этот покрутить этот будет стоять на месте следовательно поскольку у нас здесь классика жанра то когда мы толкаем кулису вниз передача 1 у нас сюда по часовой стрелке включаем да вот она да есть 1 2 есть 3 точно точно 3 4 поскольку у нас здесь тоже все тут как бы больше нечего тут особо прикручивать но можно убедиться полистать мануал посмотреть как там дела встает следовательно тоже эту поверхность обезжириваем обеззараживаем и кидаем привод кстати говоря возвращаясь к теме крепления вот у нас есть крепление вот здесь у нас фильтр стоит масляный то есть вот нормальное положение двигателя и как вы думаете я знал или помнил где она должна стоять нет то есть я пошел в облако достал эти фотографии годичной давности и посмотрел что вот у меня есть фотография с вот эта вот штука что она вот здесь вы думаете я знаю откуда вот это понятия не имею сейчас тоже буду искать привод у нас выглядит вот так то есть вот сюда у нас кардан приходит здесь у нас угловая передача как на болгарке ну короче говоря вы поняли да и здесь вот у нас еще должен стоять демпфер то есть у нас не жестко все сцепляется при помощи при помощи и где-то эта железка валялась а вот то есть вот вот такая штука такая же точно методика очень во многих мотоциклах с кардана применяется да и не только с карданом то есть у нас получается что когда мотоцикл трогается он не жестко передает от двигателя момент на колесо через вот такую вот штуку здесь вот у нас огромнейшая пружина стоит и вот как раз таки в момент когда происходит в общем-то усилие пружина сжимается и гасит ударную нагрузку просто дешево сердито эффективно момент затяжки 225 ньютон метров как это реализовать при помощи динамометрического ключа вообще не представляю поэтому будем поступать по наитию у у меня вот здесь вот есть вот такой вот классный пневмогайковерт и можно придержать даже с этой стороны я думаю достаточно приблизительно 225 а что так вот мне кажется попробуйте возразите в общем учитывая цифру момента затяжки как вы понимаете затягивать нужно наверняка потому что как бы полтора литра мотор с тепловозной тягой но может запросто на шлицах чуть-чуть потрепыхать вот эту вот деталь хотя здесь допуска практически ноль и постепенно отпустить гайку так это еще не все здесь у нас теперь вот здесь на валу должен стоять игольчатый подшипник вы думаете я об этом помню нет я только что в мануале посмотрел и игольчатый подшипник у нас в общем-то заходит вот сюда вовнутрь игольчатый подшипник ты где вот кстати если вдруг интересно то ну вообще просто вот так вот здесь делит все она никак не крепится его можно вынуть внуть и все а когда закрутится она уже будет упираться вот туда а вот нашел подшипник вот бы сейчас еще стопорное кольцо найти а вон она то есть вот такой больший подшипник с эти стопорное кольцо здесь у него здесь не ушек ничего абсолютно прелесть таких колец в том что их не поставить не снять по-человечески вообще ничего не сделать у них не упоров ничего то есть вот как хочешь так и ставь одно такое радует что ну хотя бы это худо-бедно возможно сделать просто голыми руками есть такие большие стопорные кольца то есть они ставятся в те места где ну ушком просто не некуда поместиться потому что вот как бы за из-за габариты внешнего диаметра подшипника тут ну не прыгнешь упираться будет ставят вот такого туплю ства а как с ним работать что что с этим делать и вообще как его снять поставить никто не объясняет вот есть кольцо будь добр поменяй если что и без купюр как говорится и когда вам показывают какие-нибудь красивые кино в ю тубе что там у всех все классно получается с первого раза она сейчас она она не встанет потому что у нас как раз таки вот а пружина не даст вот раз нам пружина не даст значит мы сейчас это все будем притягивать болтами у нас тут есть целая куча тазиков а вот подписано редута кстати подписывайте тару вот колпачки от баллончиков с краской идеальная тара для того чтобы распас расфасовать вообще все на свете вот к примеру вот у нас есть вот такой болт тихо дырку не падай вот видите вот этот лабуду вы думаете я знаю где она стоит нет конечно сейчас мы будем обратно листать облако и смотреть вообще куда это должно ставиться вот он где стоит вот в такой позе то есть вот у нас корпус редуктора и вот здесь еле нашел если честно три одинаковых и один разный болт ряд на сюда это на сюда это на сюда это следовательно сюда нет у 8 и 8 это те которые м6 ньютон метров а вот эти здоровые которые сколько они у нас тут 8 те 25 ньютон метров и вот опять который раз я посмотрел что там у меня в облаке за фотки и оказывается что этот болт стоит вот здесь вот так вот этой шторкой и это типа какая-то маслоотражающая шайба что она там куда идет я даже если честно не сильно всматривался вот тут честно вообще не помню как собирается вот этот вот узел уже здесь у нас помпа здесь здесь же у нас вот что это вообще такое хрен его знает чуть такое что-то куда-то как-то идет зачем-то почему-то и какую-то функцию выполняет вот и судя потому что нам сейчас сверху надо будет много чего накидывать я думаю на не лишним будет сразу накинуть цепь газораспределение потому что потом мы просто задолбаемся туда кидать и сейчас учитывая абсолютную структурную нелогичность и непоследовательность мануала придется сразу в несколько разделов идти потому что это у нас кулинга систем дальше у нас короче газораспределяет он к систем это вообще другой раздел и нам нужно будет смотреть каким-то образом как это собирается потому что ломать то она не строить дело не хитро а вот собрать потом как вообще непонятно поэтому сейчас методом научного тыка будем собирать короче дилетантский ремонт от специалиста вот так вот ваши двигателя ремонтируют всякие ухари вроде меня так здесь у нас стоит специальный уловитель вот он и пока вы его не открутите цепы не поставите ну начнем с того что у нас здесь есть вот такой лихой вал в нем два отверстия под штифты штифт вставляется потом так вот что-то какое-то волшебство делится надевается шестерня судя по следу потом на шестерню надевается еще вот так вот шайбочка и вот этот весь механизм весь этот бутерброд должен каким-то образом как-то чего-то куда-то вообще непонятно как вот сюда вот налезть очень любопытно очень интересно но ничего не понятно как я должен это сделать и вот забавная ситуация ну я тут уже неправильно собрал ну как бы зато интересно зато весело здесь вот стоит шестеренка вот здесь на каленвале вот она так вот выглядит и стать она должна вот как-то вот так то есть повернем что-то куда-то вот так вот она наденется может быть это не точно здесь вот а ну вот я угадал но интересно то что блин она вот здесь вот я вот начинаю постепенно понимать почему кавасаки не любят вот она здесь нарисована в схеме и вот как она должна стать вот так или вот так как бы ну совершенно для тех у кого абсолютно нет опыта не очевидно то есть какие-нибудь не особенно умные товарищи могут вы ее неправильно поставить как бы тут дело не хитрое знаете как тени посильнее все получится я таких знаю так теперь теперь мы кидаем все таки вот эту шестеренку привода привода этой какие помпы вы понимаете да как все замудрена сделано то есть почему-то у них технически не вышло без вот этого промежуточной без без этого огорода подвести и вот при привести в движение помпу то есть вот так так мне это напоминает первые китайские зунгшены у которых там тоже такой огород внутри мотора был просто мрак и это еще не все нам нужно собрать вот это дело так как это собирается интересно знать о я угадал или жить будет три болта m6 дайте я угадаю какой здесь момент затяжки 8 и 8 ньютон метров по я нашел похожие болты одинаковые одинаковые насчет от на на сюда нет ни сюда о вот это на на сюда точняк теперь надо разбираться с тем вообще как вот это все работает ага все я понял не дурак а вон и на чего тут неправильно не собрать тут оказывается на этом валу вот здесь есть специальная залысина для дебилов таких как я и как-то по-другому собрать не получится значит метки с той стороны а с этой их нету просто потому что нету так а ну кася вот так я чувствую что я погорячился наверняка сейчас еще надо будет обратно все это дело снимать потому что потому что еще механизм стартера не собран что у нас здесь чуть похоже на механизм стартер наверное вот это ну да тяжело быть идиотом зато весело так вот у нас здесь даже не бендикс наверно потому что обгонная мухта она вот она это скорее ну скажем так вискомуфта от ударных нагрузок потому что когда вот эта балалайка заводится наш запросто может чихнуть взад и в общем все это дело благополучно рыгнет шестеренками зубами во внутрь двигателя в последний раз многие кстати советуют вот эту шестеренку менять типа она пластиковая сломается на кого саках она ломается я вам больше скажу она очень много где ломается просто из-за того что кавасаки особенно сильно не любят у меня пока слава богу поводов ее не любить нету потому что вроде как пазл складывается удачно и в общем есть эти шестеренки стальные продаются там где-то как-то короче и многие из перепугу ставят стальные на самом деле как бы пластиковая шестеренка то она здесь не просто так стоит блин я тоже когда видел там впервые на четырех тактиках вот такое думаю ни хрена себе как это пластик и ничего работает как бы этаж полиамид это самый прочный и самый термостойкий пластик из всех насколько мне известно так что при нормальных условиях эксплуатации когда там это самое не перемалываются выбитые зубы оппонента в вашем двигателе то там ничего не заклинит обычно сломается почему потому что что-то в механизм маслонасоса попадает и всего и клинит и понятное дело ему сворачивать башку если у вас поломанных шестеренок не летает по мотору то все будет хорошо шайбочка возможно отсюда так и теперь так вот корзина с первого раза ну надо же я вспомнил когда мы с мельником разбирали его кого саку тут же кстати не все не как у людей ну кстати на самом деле вот этот механизм тарельчатой пружины вернее вот да это не шайба тарельчатая пружина он по-своему хорош хорош за счет того что во первых он достаточно компактный то есть не надо городить огород с вот этими вот классическими пружинами как вы видите там пять штук шесть штук на корзине но есть минусы если к примеру пружины там если садятся стандартные вот эти классические то там что-то можно подложить там что-то какой-то город слепить и она еще поездит то вот эта вот штука она кстати стоит там что-то трояк по моему то есть ну вот просто за вот этот кусок железа она из какой-то пружины стали изготовлена и вот собственно вот это является пружиной корзины сцепления и в общем когда этот механизм крякает то у вас начинает сцепы буксовать тут тоже кстати вот есть интересный прикол то есть если посмотреть внимательно то эти шайбы они видите они не плоские они впукло-выпуклые и вот эти шайбы нужно собирать как бутерброд таким макаром не вот так чтобы они плоско были а вот чтобы они друг в друга упирались то есть вот так вот если собираешь один пакет то упирается наружными краями следующую шайбу когда вы кладете она должна соприкасаться с соседней внутренними краями и вот так вот этот вот бутерброд вы должны собрать по-моему вот так но это не точно да вроде так да только вот сюда по моему я сейчас вообще не уверен что я все правильно делаю ну вроде собралось вы кстати еще один есть трюк прикольный я вспомнил мне рассказывали тут когда корзину ставишь тут очень важно заправить вот эту пластиковую шестеренку в привод вот там сзади на корзине короче чувствую надо все это все снять и показать вот у вас видите вот здоровая шестерня то есть от мотора момент передается уже на карабас а вот маленькой и вот многие какую ошибку главную делают когда собирают короче они берут вот это вот все безобразие почему она поэтому кстати у них и ломается все чертям когда ставишь корзину так вот пакетом и ты такой радостный тип о ну надо же все совпало классненько на самом деле еще надо приподняв чуть-чуть корзину пошевелить шестеренку масляного насоса чтобы она там в зубы попала потому что если не попадает зубы у тебя то гайка здесь и ей мама не горюй 27 и 225 ньютон метров момент наверное мы еще посмотрим да вот т6 145 ньютон и ну достаточно короче чтобы сделать из пластиковой шестеренки блин ну и понятное дело после такой сборки это все конечно же не работает потому что там все все обломала живет там как бы край обламывает и насос не качает и многие конечно же блин надо ставить железную железную шестеренку и нельзя раздавить старость со 45 ньютон метрами ну как бы ну вы поняли до защита от дебила а еще от мне нравится вот эта система с этими шайбами тем что как бы маленькие шайбы внутри и вот и вот этот вот огород пока соберешь чтобы он там совпал на пазы запрыгнул первый раз получилось а вот сейчас хрен их нужно вот это вот вот это вот все шевелишь их тудой-сюдой вот блин вот вот мануал вот здесь все нарисовано да вот как как я это должен сделать кто мне скажет о надо было просто потрусить берем голову на 27 и убедившись что у нас все везде встала правильно тянем я думаю хватит 145 ньютон метров точно есть так и теперь еще вот такой вот тоже огородец сюда надо я вам сейчас покажу кстати мануал вот чтобы вы понимали я я вот уже да я догадываюсь почему не любят эти мотоциклы потому что вот к примеру мануалы к мотоциклам bv они очень заумные они вообще не для тупых но в принципе в принципе как бы учитывая то что сам по себе мануал на bmw он не представляет собой pdf файл а представляет собой программу и как правило если вы его скачиваете там в этой программе находится мануалы на все актуальные модели мотоциклов и ты там как по сайту ходишь то здесь вот к примеру вот шайба да есть у нас шайба которая прилипла к вот это вот тарелки тарелка ставится вот здесь и короче вот это безобразие ставится вот сюда сейчас я вытру и вот вам картинка с мануала вот у нас вот это вот шайба вот это вот большая потом идет вот эта вот штука и гайка вот ее хорошо видно ну и как бы ты такой наверно прилипла той шайба нету по схеме оказывается она вот она где вот эта штука сюда вот так да логично что здесь должна быть вот эта шайба чтобы по небо катался подшипник но здесь мануале про нее ни слова ты должен об этом догадаться ну ладно вот хорошо что я не тупой кое-где и предположим что я сейчас все сделал правильно ну то есть вы поняли да если у вас нету интуитивного понимания того как это вообще должно быть собрано вообще не факт что вы все это соберете она заработает и вот таких тут моментов гора чего только стоит вот этот механизм ну все слава богу с горем пополам с вот этим вот разобрались можно кидать сюда крышку но это мы сделаем потом потому что крышка по моему здесь хромированная стильно модно молодежно мы это сделаем позже чтобы не зацарапать в смерть теперь теперь пожалуй мы соберем механизм баланс вала собственной персоной шестеренка балансирного вала со смещенным центром тяжести внутри нее стоит еще дополнительно демпфер крутильных колебаний то есть вот такие вот разыночки вот и вот сюда на этот вал на такой же точно залысиной от дебилов таких как я вот она сюда встает и следовательно вот уже с этой стороны поскольку у нас отсюда происходит синхронизация баланс вала здесь должны быть метки сейчас мы будем искать вот у нас есть маховик который одновременно и маховик и ротор генератора штука весит это килограмм наверно в ван сколько 8 нормально на 8 kg вот это просто кусок железа и все и на коленвале у нас тоже кстати слава богу есть лицевая вот такая залысина так сейчас вот и вот на вот это вот залысину мы как раз и ставим тоже маховик счетчик наш небольшой совсем перед установкой ротора главное не забыть поставить цепь газораспределение тут кстати такая же точная история как с той стороны здесь у нас есть улавливатель специальный он тут заблаговременно откуда укатилась наш куда отлично упал кстати говоря бешеные собаки но как бы вообще не проблема разобрать мотор чтобы болтик достать теперь короче надо поставить гребаный балансир и знаете что самое смешное в этом всем что к примеру если скачать мануал на таком популярном сайте как мануас мануас лип или как мануас лайб мануал слип я его называю мануал слип там есть мануала вообще практически на все кроме бмв то твою ж мать ну а есть то когда вы скачиваете мануал на вулкан полторашку выясняется потом что оказывается оказывается картинки в мануале на полторашку от vn 750 800 и 900 и там нету вот этого маховика там есть просто магнит ну как бы за ненадобностью конечно же потому что мотор полегче то всяко всяко-всяко качает музяка а вот мне интересно ну да вроде вроде совпадывает можно что-то по-разному поставить можно так поставить можно они нельзя ну все короче показываю есть тут три метки для 2 длинных и одна короткая вот короткая метка и вот две длинных и если вы будете когда-нибудь собирать этот мотор себе или кому-то и если вы никогда не имели дело с мануалом я предлагаю вам в качестве развлечения поискать в этом очень логичном мануале где же в каком интересно разделе находится схема объясняющие как же все таки всю эту халабуду правильно собрать в общем мы вчера потратили где-то наверное часа полтора времени потому что я уже просто тупо психану и начал листать подряд в надежде что я найду там к примеру в разделе про колеса ну а почему бы и нет потому что мануале не описывается процесс сборки там описывается процесс разборки и там про между прочим ну тут типа момент закручивания болтов такой здесь такой короче ду и как бы я уже отчаялся и думал что реально они просто то господи неужели не понятно как это все собрать могли бы и посмотреть когда разбирали но еще и выяснилось что картинки то у нас от другого мотора и короче говоря вот только сегодня только сегодня мы нашли все таки все это лабуду наконец и выяснили а некоторые кто не сильно настойчивым могут запросто отчаяться и плюнуть типа то хрен с ним соберу как будет не заработает скину крышку переставлю где лофта где вы думаете находятся данные о моменте затяжки вот этого вот болта то есть вот все болты которые относятся к двигателю к железочкам они находятся в разделе двигатель коленвал сцепление и так далее вот этого болта нет нигде и оказывается как выяснилось поскольку все это электронная часть то в разделе электронная часть 878 ньютон метров а ну а здесь это вот нормальном разделе 85 ньютон метров то есть ты должен как теща по огороду прыгать по мануалу чтобы выяснить как же тебе собрать мотор очередная вот такая вот кочерга которая должна стоять вот здесь видно до кочергу должно быть видно так под вот этим вот болтом сейчас наклоним в прокладка худая как я не дай бог ее порвать а что такое почему ты уже перекосилась а вся может и сволочь спрыгнула да от скотина короче я придумал единственный способ поставить эту прокладку без матюков это наставить точек из герметика прилепить на этот герметик и спокойно установить мало того что прокладка оригинальная плюс еще ко всему и худая оказывается что она еще немножко и не совпадает то есть без герметика ее поставить не повредив мне кажется будет невозможно вообще в принципе сектор приз на барабане получилось что у нас тут по болтам болты разные так включаем метод научного тыка после метода научного тыка включаем умное лицо как будто ты точно знаешь что ты делаешь так теперь нам нужно собирать верхушку а чтобы собирать верхушку нам нужно открутить пару пробочек это нам понадобится для того чтобы крутить сейчас за болт ротора генератора и ставить момент газораспределения потому что обычно все это дело откручивается отвертками размеров на 10 меньше остаются адские зазубрины портятся сдирается краска и потом начальники зачем ругаешься а всего-то надо немножко пошевелить мозгой про горшки тут рассказывать особо нечего кроме того что здесь вот в основании есть болты покажи которые все тянутся с моментом 25 ньютон метров и это делать лучше сразу потому что потом до некоторых просто не долезть и тут очень грамотно сделано так что эти болты как раз вот на одной оси с отверстием под то есть них болты а гайки блин эти гайки на одной оси с отверстием за которые притягивается потом еще дополнительно башка сюда а ну да еще я забыл вы тут задолбаетесь ставить поршни потому что маслосъемные кольца вообще не хотят вставать цилиндр без оправки придется повозиться не знаю почему так происходит хотя тут никаких предпосылок нет ну да ладно еще я очень люблю забывать успокоители цепи вот эти вот тут кстати если что успокоители разной длины тот который длинный ставится на задний горшок а тот который короткий на передний в обратном порядке частично собрать получится то есть короткий тут сюда встает ну а длинный разумеется вы сюда уже не запихайте у нас на голова у нас направо выхлоп то есть вот эта голова у нас сюдой вот так это но не забыть про цепь блины почему не пользовался магнитом раньше удобно офигеть тут есть один моментик на распредвале есть вот такой вот штифт он сюда просто вставлен поэтому не рекомендуется его терять ну что декомпрессор просто тупо не будет работать распредвалы здесь промаркированы по шестеренкам типа фронт и рейр ну и как бы тут понятно но я надеюсь само собой что фронт это передний рейр это задний тут постановка фаз газораспределения есть определенный трюк на роторе генератора есть две метки одна из них вот это f ее сейчас плохо видно ну короче если повернуть чуть-чуть вперед вот видите буква f это для фронтального горшка и здесь есть буква черточка как дефис и метка метка вот так не по окружности а вот так вот по этой метке вы ставите передний распредвал выглядеть это должно следующим образом то есть вот у нас есть тоже f с дефисом прокрашенная и вот риска для скажем так для пристрела и вот сверху буква f обозначает в общем-то распредвал какой фронтальный когда ставишь новую цепь перекидывать его уже когда распредвал стоит это лютей широк мозгов потому что она не растянутая и места нету даже на зуб перепрыгнуть поэтому для удобства реально проще открутить ее нафиг от распредвала и потом обратно прикрутить уже когда все метки будут стоять тут благо есть порожек такой характерный ну принципе на большинстве таких систем есть этот трюк то есть есть куда я поставить как на подоконник шестеренку кстати вы неправильно вообще не поставить и где-то здесь есть rr метка для второго распредвала короче вот так это выглядит вот он rr буква r и повторяйте процедуру ту же самую только уже для заднего горшка с одним только но что для удобства нужно развернуть мотор так у нас натяжитель здесь значит нужно с дифферентом влево тянуть ну и получается то же самое вот у нас метка 1 и метка 2 rr и маркировка распредвала тоже rr все вот теперь когда все стоит можно смело кидать постели постели кстати тоже есть определенный трюк я бы сказал ну как сказать трюк в общем определенный нюанс во первых они без прокладок собираются на герметик а по понятным причинам ну потому что распредвал стоит здесь фиксированная дистанция должна быть и еще тут есть пара интересненьких деталек которые вставляются в него которые желательно не забыть ну во первых нужно сразу не забыть поставить вот эту пробочку но ее как бы потом вы не поставите если соберете постель у нее здесь есть вот такой вот паз хитрый и в общем она в этом пазу стоит никуда не девается мазюкалим герметиком и все это дело аккуратненько аккуратненько вот так вот зачпекиваем вот и вот только сейчас мы будем тянуть голову а перед тем как мы затянем голову я вам сейчас покажу еще пару мелочей которые я чуть было не потерял когда разбирал этот двигатель ну так если разобраться типа по идее на это не точно можно без этих деталей обойтись но мне кажется что нет в общем есть вот такие вот штуки по другому не назвать потому что не знаю как это назвать это типа фильтров и кстати из подобного материала изготавливает простейшие примитивные фильтры для самых дешманских китайских компрессоров то есть вот это что-то типа каких-то куда делась латунных гранул спрессованных в такой вот кругленький брикетик ставится все это вот сюда в эти места и это что-то типа блин какого-то фильтра для чего-то куда-то почему-то вот и вот так ставится две пружины над каждой из них ну и во вторую постель соответственно доставайте его и потом накрывается всего уже крышкой вот эти вот гайки которые наружные они будут потом открытые тянутся 25 ньютон метров а вот эти вот здоровенные гайки которые сейчас ну они тоже в принципе наружу будут но чуть будут прикрыты крышками это у нас м12 ой что-то я не то надел м12 78 ньютон метров блин я лучше проверю что-то я стесняюсь мне кажется что что-то где-то хрустнет вообще работает ключ работает о нифига себе щелкнуло наконец нормально то ты щелкнешь или нет да щелкни ты зараза блин слушай ну это это огонь его какой-то да куда так тянуть нужно снять этот эпик сейчас мы вытащим шпильки из блога двигателя так здесь есть у а так нормально слышь клацает а чё опять не клацает страшно блин капец да щелкай же ты зараза ну сюда еще вот такие вот болты вставляются это получается со стороны где у нас газораспределительный механизм это наверно миллиметров 120 это м6 и тянутся они как практически весь крепеж которые здесь м6 с моментом 8 и 8 ньютон метров сейчас берем прокладки у нас тут остались практически последние вот такие вот и они кстати очень похожи на прокладки под головку есть прокладки вот эти которые типа композитные они такого графитового характерного цвета и как-то их тут сюда вот так да о надо поставить тут у нас есть направляющие вот с одной стороны и собственно и все а вот вторая направляющие скорее всего в крышке осталось то есть вот у нас место направляющие одно и место второе и сейчас у нас сюда 100 болтов закрутится кстати с этими крышками тоже еще некоторый рак мозгов прежде чем это все будет прикручено к башке еще есть специальные демпферные резинки гасящий всякий вот этот вот вот такой вот звон от двигателя то есть вот они вот так выглядят короче если вы здесь с видоса ничего не поймете вообще ничего страшного и реально самый популярный способ быстро понять и как это собирается это не качать гребаный мануал а пойти на импекс japan а найти раздела со своим мотоциклом зайти в микрофиш и там есть картинки и вот по картинкам то есть вот так вот эта башка стоит здесь вроде когда вот так вот таким образом то есть вот у нас разрез у нас карбюратор вот мы ее вот так вот переворачиваем вот эту длинную фигню здесь есть дырки здесь есть бортик вот такой длинный видите худой вот сюда и вот так вот чпоньк потом вот эту крестовину вот так вот вот сюда тут ее принципе больше некуда поставить потом остается вот такая вот коротышка видите вот разбортик вот бортик то есть вот это низ вот здесь есть две направляющие сюда так вот раз ещё одна тоже ведь и худой бортик вот это тоже низ здесь тоже куча дырок и вот сюда его нужно притулить а теперь нужно весь этот рак мозгов как-то умудриться сюда вот так вот нахлобучить причем так лихо что это у нас крышка вот отсюда вот у нас две направляющие осталось Окей, давайте собирать еще одну. И причем, знаете, весь смех в чем? Они не держатся, эти резинки, здесь. То есть, чтобы это все вот так вот сюда поставить, это нужно быть ходячим акробатическим этюдом, потому что оно все выпадывает. Попалась! Берем вторую прокладку. Все направляющие здесь в крышке остались. Это неудобно, прокладка съезжает. И наша задача сейчас эти направляющие отсюда выколупать и сюда вколупать. Вот они тоже две. В том же месте все то же самое, абсолютно. Та же самая крышка. И теперь точно так же надо как-то умудриться все это дело сюда быстро накинуть, чтобы вот эта крестовина, которая посередине, не упала никуда. И нужно это делать без резких движений, потому что чуть-чуть где-то что-то дернешь, все вываливается. Ну, как бы реально верняк вариант. Это все это дело либо на герметик прислюнявить, либо на клей. Черед тех самых 100 болтов. То есть вот такая вот охапка болтов М6. Все они одинаковой длины, вообще без каких-либо тут трюкачеств. И вот, представляете, вот их вот столько вот здесь, просто как, не знаю, как конопушек на морде молодого солдата. Если вы хотите посмотреть на самый всратый механизм натяжки цепи газораспределения, обратите свой взор на Kawasaki Pukan 1500. Я вам сейчас крупным планом покажу всратость всего этого механизма. И вы, я надеюсь, если более или менее там хотя бы чуть-чуть технарь, вы меня прекрасно поймете. Вот на первый взгляд, казалось бы, классическая конструкция обычного натяжителя механизма газораспределения. И я вам сейчас вкратце объясню, как эту штуку запихать в мотор. В общем, мы сначала, как обычно, нажимаем на собачку, задвигаем полностью шток. А далее делаем целую серию бессмысленных манипуляций, осмысливать которые даже не имеет никакого смысла. Простите за тавтологию. Здесь дальше есть вот такой вот хитрый подшипник-неподшипник. На самом деле, похоже на подшипник, но это не он. Это часть механизма блокировки штока. Эту срань мы засовываем сюда, придерживая шток, конечно же, потому что там у нас уже внутри пружина, которая, скорее всего, начнет выталкивать все обратно. Задвигаем эту срань до конца. Потом берем вот такой вот нехитрый болтик, который здесь предусмотрен. И закручиваем его от руки до упора, не затягивая никаким образом. Вот так. Далее мы берем вот такой вот конус, который потом, в общем-то, будет работать в паре с тем подшипником-неподшипником. Надеваем его на шток, запихиваем в тело натяжителя системы газораспределения. Вот так вот. Потом берем пружину на изготовку и идем к мотору. Далее, это у нас задний цилиндр, все вот это вот, не знаю, как назвать поласковее, мы ставим сюда предварительно. Потом закручиваем болты, которые крепят корпус нашего чудеснейшего натяжителя механизма газораспределения. Пока от руки, потом затянем. Теперь вставляем сюда во внутрь штока вторую пружину, которая уже непосредственно этот шток выталкивает. Берем вот такой вот шлямбур, который сюда накручивается, и закручиваем его вот таким образом. Затягиваем шлямбур ключом на 12. Теперь выкручиваем болтик до характерного щелчка. Во! И закручиваем обратно. Если вы в этот момент ничего абсолютно не поняли, не беспокойтесь, все хорошо, значит вы психически здоровый и неумственно отсталый человек. Поскольку в этом механизме целая гора ненужных деталей, которые реально здесь 300 лет не упали, но их сюда засунули только лишь ради того, чтобы помимо собачки, которая держит наш шток, еще обеспечить дополнительную, скажем так, выборку выдвигания штока между зубами. Потому что у некоторых двигателей, и всяких там не будем говорить вслух, когда стоит такой механизм газораспределения, то до следующего щелчка, когда остаются там сотые доли миллиметра, появляется небольшой свободный ход на цепи. И они как бы хотели избавиться от этого момента, и в принципе как бы это все было достигнуто успешно при помощи такого механизма. Но здесь это нафиг не упало, потому что существуют, к примеру, там всякие гидронатяжители, которые прекрасно с этой задачей справляются. Но в 90-х годах, видимо, об этом даже не догадывались. Хотя странно, обычно японцы впереди планеты всей. В общем, не вдумываясь вообще никак, повторяете вот эту вот мантру, которую вот я сейчас только что показывал, все у вас будет хорошо. И самое интересное, знаете что? Что в мануале вообще не описывается даже наличие внешней пружины, вот той, которая больше. То есть есть очень условная схема, которая объясняет совершенно непонятно то, как вот это вот говно сюда поставить по-человечески. И не у всякого это с первого раза получится. А, и да, вообще я вам рекомендую передний натяжитель ставить до того, как вы поставите задний цилиндр. Потому что если у вас нету, к примеру, вот такой трещотки, я боюсь, у вас ничего не выйдет. Я уже не стал показывать, как прикручиваются крышки, как ставится карбюратор, как ставится кронштейн, вот это вот все. Потому что это невозможно неправильно собрать. Но единственное тут, что, блин, это вот подсос стоит здесь. Вот, да, все. Все остальное сложно собрать, неверно. И, в который раз я уже говорю, не обязательно быть мной, не обязательно быть суперспециалистом. Обязательно только вдумчиво читать мануал, иметь необходимый минимум инструментов для работы с конкретным мотором. И все. И все абсолютно можно собрать даже там в каком-нибудь там земляном гараже с текущей крышей самостоятельно. Просто нужно все делать не спеша и по уму. Резюмируя все вышесказанное и вышеувиденное, и вышеснятое и запиленное, я хочу сказать, что очень скоро на Около Питстопе, это мой бложик для тех, кто не в курсе, а таких сейчас очень много, выйдет видос на тему того, почему вообще мануала, в принципе, на этом канале стало мало, и почему, возможно, этот мануал станет на этом канале последним. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был Евгений Матвеев, это была мастерская Питстоп. И вот это вот все. Короче, ну, вы знаете, что делать. Продолжение следует...